Всем привет ребят! У Федора уроки классные, а еще он делает сайты и видеопрезентации на заказ, недорого, качественно и в срок. Все ссылки в описании под этим видео. Переходите, заказывайте. Всем привет! Меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами строить каталог и хочется углубиться в настройки меню. В прошлом видео мы с вами достаточно много затронули меню, именно модуль DJ Mega Menu. И, соответственно, более углубленные сегодня настройки. Хочется вам рассказать об этом, научить вас. Смотрите, что я сделал. Сейчас пример покажу, что мы в первой части урока будем сейчас делать. При наведении я сделал вот еще такого вида. То есть в каких-то случаях это смотрится красиво, симпатично, особенно какой-нибудь тематический каталог-интернет-магазин. То есть что я сделал? Если вы помните прошлый урок, я просто добавил даже не иконки, а подготовил на фотошопе логотипы известных брендов и просто одинакового размера загрузил сюда. И, соответственно, к каждому пункту можно потом в дальнейшем такие картинки загрузить. Давайте я также покажу, как это все я реализовал, потому что здесь не все так просто. Здесь нам придется немножко подправлять KSS код. Ну, тут ничего сложного нет. Я все покажу в этом видео. Давайте начнем с этого. Итак, я вернул все настройки. Сейчас вы видите, как было в конце прошлого урока, чтобы показать с самого нуля, как я тут все делаю. То есть, смотрите, здесь картинка не должна быть большой, вот как я и как вы делаете картинки на фотошопе или на каком-то другом редакторе. Я сделал 50 на 50 пикселей логотипы для пунктов меню, то есть квадратные картиночки, все одинаковый размер. То есть вы тоже подготавливаете для своих пунктов. Если вы хотите сделать такие же картиночки брендов, делайте, значит, подготавливайтесь. Как это я делаю? Значит, я перехожу в меню, в MyMenu захожу и заходим непосредственно в наши пункты. Вот, например, Canon, то есть тот самый Canon, вот этот Canon. Здесь мы переходим на вкладку «Параметры ссылки», да, и вот здесь есть изображение ссылки. Просто загружаем картинку. То есть с компьютера вот здесь вот загружаем сначала на Jumo. Вот они у меня все здесь уже есть. Потом просто выбираем «Вставить», «Сохранить», «Закрыть». И таким же образом я проставляю изображение для других пунктов меню. Sony и так далее. Давайте посмотрим на сайте, обновим страницу. Что мы здесь видим? Все, в принципе, ничего, да, но только у нас... Очень некрасиво, так нельзя оставлять. Видите, пункты меню прижимаются плотно. Нам нужно задать отступ. То есть если вы сейчас совсем новичок, это вам будет полезно. Если вы знаете CSS, можете этот момент перемотать. Что мы делаем? Мы правой кнопкой мыши наводим на любой из пунктов, да, кликаем и нажимаем здесь «Просмотреть код элемента». Я использую браузер Opera сейчас, чтобы вы знали. Ну, у любого браузера есть такая возможность просматривать код. Если у вас отображается как мобильная версия, вот здесь есть такая иконочка. Кликаем по ней, чтобы показывалась компьютерная версия, да. И вот здесь есть такая стрелочка. Кликаем на нее. В общем, возможно, вам тяжело будет просмотреть этот кусок кода. Я его сразу выписал в документ. То есть смотрите, вот эта конструкция нам нужна. Именно как у меня прописано. Вот смотрите, скопируйте, то есть спешите. Вот так вот. Обязательно открывающаяся фигурная скобка в конце, да, и обязательно закрывающаяся. И вот между ними обязательно margin right, то есть отступ справа 5 пикселей. Обязательно все точки, как вот есть двоеточие, точка запятой, это все нужно. И вот здесь в начале точка тоже есть, тоже нужно. Если здесь что-то забудете или неправильно пишете, это у вас не сработает. То есть вот эту конструкцию небольшую я копирую отсюда. Запомните, да, вот видите, у нас пункты меню прижимаются к картинкам. Далее переходим в шаблоны в админке. Переходим в наш шаблон. Переходим на вкладку, вот здесь вот, настройка шрифтов, и выбираем вкладку другие настройки. И здесь внизу есть такое поле для ввода селектора. Вот так вот за край можно растянуть, потому что мы будем работать с этим полем часто, будем вносить здесь корректировки различные. То есть чем хорошо, пока мы отсюда это не удалим, у нас может шаблон обновляться, модуль обновляться, и при этом это у нас не слетит никогда. Пока мы сами отсюда это не уберем. Нажимаем сохранить, идем на сайт, обновляем страницу, и при наведении мы видим 5 пикселей отступа от картинки до пункта меню. Ну, вроде ничего, нормально так смотрится. И сразу интерес, как будет на мобильной версии смотреться. Мы, конечно, сейчас не будем полностью смотреть и настраивать мобильную версию, хотя там по большому счету уже все настроено, кроме самого меню. Давайте меню это добивать в этом видео, и я сейчас вам покажу мобильное. Там тоже надо будет кое-что вносить, и заодно как все это отображается, да. То есть как включить мобильную версию, смотрите, если сейчас мы посмотрим на сайт, то у нас нету никакой мобильной версии. То есть сам сайт, вот она мобилка, она отображается, то есть сам сайт адаптивный, но меню, видите, как смотрится. У нас пункт залазит за край, и должна быть такая иконка мобильная. Давайте это сделаем. Мы с вами выходим из шаблона, переходим в модули, переходим в DJ Mega Menu, и здесь есть такая вкладочка. Вот она. Переходим в настройку мобильного меню, она у нас отключена. Здесь есть несколько вариаций, если хотите, можете повключать, посохраняться, поизучать, но я сразу вам показываю, как здесь смотрится именно самый лучший вариант, как в демо. Это вот нижний параметр Of Canvas Menu, мы его выбираем. Вот это интересный момент, значит, смотрите, немножко по настройкам пройдемся. Ширина применения мобильного меню, вот это пиксели, то есть на каком разрешении экрана будет срабатывать мобильное меню, то есть сворачиваться будет общее меню, то есть то, которое меню мы видим на компьютере, и будет показываться иконка и выезжающая сбоку мобильное меню. На каком варианте? То есть это очень полезная опция, когда, например, на каком-то устройстве, если меню очень длинное, начинает делиться на вторую строчку. Тогда в таком случае мы здесь выставляем расширение такого устройства, чтобы на этом устройстве уже не показывалось это двойное меню, да, оно исчезало, а показывалось мобильное меню. Но я не знаю, сейчас понятно вам это объяснило или нет, то можно будет показать только, если вот здесь вот будет реально длинный пункт меню, у нас прям длинный, и на каком-нибудь там, я не знаю, планшете, имитация планшета или на самом планшете посмотреть. Если вот это меню будет делиться на вторую строчку, то есть оно не умещается, ему же надо куда-то деваться, и оно начинает помещаться на вторую строчку. Это некрасиво и неправильно, естественно, в этот момент надо, чтобы меню исчезало и появлялось мобильное меню, поэтому здесь вот эта опция мне всегда нравилась. Оставляем ее пока по умолчанию. Цвет dark, темный, light, светлый, настраиваемый, то есть можно выбрать полные все цвета настраиваемые именно для мобильного меню, и переопределение шаблона. Здесь нам подходит, в принципе, dark или light. Ну, это тоже вот этот вариант, но я его не использую. Оставляем dark. Дальше mobile, меню button type, то есть иконка, иконка или текст. Если текст выбираем, ниже прописываем текст. Кстати, я даже ни разу не смотрел, еще можно посмотреть, что это такое. Или иконка и текст. Давайте попробуем иконка и текст, здесь напишем меню, посмотрим, как смотрится. Далее, смотрите, чтобы наверху на мобильном меню показывался логотип, то есть я вам сразу покажу вот тот же самый логотип, вы видите. То есть вот здесь просто загружаете логотип вашего магазина. Сейчас вы посмотрите, где он будет отображаться. Именно вот этот логотип, который я вешал здесь, я его повесил еще и в меню. Позиция уфкана слева-права. Ну, давайте сейчас посмотрим, иначе вы запутаетесь. На этом уровне сохранимся. Пойдем на сайт, обновимся. Это меню мы не увидим, только на мобильном устройстве. То есть правая кнопка мыши по сайту кликаю и просмотреть код элемента. То есть, смотрите, вот эта иконочка, если мы на нее кликаем, да, это у нас показывается компьютерная версия. Если кликаем на нее еще раз, вот здесь, когда вы видите размер и выбор устройства, это имитация мобильного устройства. То есть, если у вас нет телефона сотового, всегда можно протестировать здесь. Вот слово меню, иконка меню, да, это, соответственно, вот это слово меню. То есть я выбираю только иконку, сохранить. Мне там текст не нужен, не очень хорошо смотрится. Обновляемся. Вот так вы это видите, логотип меню. То есть на мобилке примерно так это и выглядит. Кликаем по иконочке, вот так вот выезжает меню. То есть вот оно, мобильное меню, вот оно dark, кстати. То есть, видите, оно темное. Соответственно, выбираете light. Выезжающая эта панелька будет светлая. Вот этот логотип, который вы сейчас видите, он темный, он здесь не подходит. Надо светлый, если у нас подложка темная, да. Соответственно, этот логотип вы вот здесь загружаете свой. Если вы вообще хотите, чтобы он здесь отображался. Здесь все бы ничего. По плюсу разворачивается наше меню, то же самое. Все нормально, все видно, кроме вот этих вот иконок. То есть здесь у нас, если мы посмотрим на компьютерной версии иконки, они у нас никуда не прилипают, все нормально. Именно вот эти вот шрифтовые, да. А здесь у нас проблема. Если мы иконки используем, я сейчас вам покажу, как их исправить. То есть, как определять, да. Нажимаем еще раз вот на эту стрелочку. Наводим прямо на пункт. Кликаем. И вот эта вот конструкция, как, откуда я получаю код, да. Я беру просто прямо отсюда вот так всю конструкцию выделяю. Копирую, вставляю в блокнот. И получается вот эта конструкция, да. Но она была пустая. Я между, то есть вот этой самой конструкцией и между закрывающейся скобкой фигурной, я проставляю margin left 5 пикселей. То есть, оступ слева 5 пикселей. Вот так. Соответственно, вы также копируете эту строчку. Проставляете вот этот параметр. И вот этот весь параметр надо проставить в админке, в шаблоне, да. Отсюда мы выходим. Переходим расширение шаблоны. Переходим на шаблон. Там же на настройки шрифтов, другие настройки. Как здесь располагается. Вы ставите курсор пробел. Просто отступаете вот так вот. То есть, этот кусок кода отвечает уже за другой параметр, да. Сохраняем. Мы сейчас наглядно это все посмотрим. Запоминайте, вот иконки прилипают к пункту меню. Обновляемся. Нажимаем на меню. Иконочки 5 пикселей отступа есть. То есть, все здесь нормально. То есть, вот такое вот уже мобильное меню все. Оно готово. Теперь есть такой небольшой нюанс, чтобы вы знали. Возвращаемся опять в меню. Модули. DJ Mega Menu. Немножко по настройкам. Вот эта позиция лево-право, чтобы вы понимали. Тоже просмотрим. Обновимся. Кликаю. Вот оно слева выезжает. Элементарно. То есть, как больше нравится. И вот есть тут такой момент анимации. Смотрите. Если вы помните, у нас в настройках стоит липкое меню. То есть, при прокрутке страницы, смотрите, как классно. Меню видно всегда. Это можно отключить в настройках модуля, если вам это не нужно. Вот. Вот оно появляется. Исчезает. Причем, если хотите логотип, чтобы тоже был в меню, сейчас мы его повесим. То есть, видите, здесь меню скрывается, когда сайт прокручивается вниз. Видно только меню. И вот есть нюанс. Здесь есть то ли это ошибка, то ли это... То ли так задумано. В общем, смотрите. Будьте осторожны при выборе эффекта. Вот здесь вот ниже есть эффект. То есть, это эффект появления. При клике вот этого мобильного меню. Вот. Я тестировал несколько меню. Начинаю после вот этого заголовка. Тут просто очень симпатичный эффект есть. Например, 3D Rotate. То есть, поворот с эффектом 3D. Давайте я вам покажу. Обновимся. Во-первых, при прокрутке, вот как раз ошибка, видите, липкого меню больше нет. То есть, будьте внимательны, эти эффекты не используйте, если вы хотите, чтобы этот эффект был. Потому что сам эффект включен, липкого меню, но его нет. Это уже ошибка. Посмотрим. На мобильное меню. Оно красиво, да. Оно как бы вот так вот выскакивает, интересно. Но придется чем-то жертвовать. В принципе, здесь ничего такого нет. Пускай оно выскакивает обычно. Самое главное, что оно работает. Здесь вот есть другие эффекты. Вот несколько. Можете повыбирать, что интереснее будет. Так, я оставлю справа. Чтобы появлялась. Еще раз. Сохранимся. Вот оно выезжает. И здесь меню работает. Так, теперь давайте логотип как разместить, чтобы вот здесь оно тоже появлялось, да, вот в этой области. DJ меню. Переходим на вторую вкладочку. Точнее нет, на третью. Вот он, видите, вот эта опция. Закрепленный логотип. Выбираем. Здесь ничего сложного нет. Берем тот же логотип. Возможно, придется делать копию логотипа уменьшенную. Я думаю, это будет симпатичнее смотреться. Потому что вот так вот при уменьшении. Ну, давайте пообновимся. Может быть, это тоже подойдет. Вот логотип, вы видите, появляется в углу, да? Вот здесь вот. Сейчас посмотрим. Может быть, можно в другую сторону переместить. Конечно, круче так. С логотипом обязательно доставить. Вот ниже сразу, видите, выравнивание. Логотипа по центру. Давайте влево попробуем. Обновимся. Вот оно у нас прикрепляется влево. На мобильном устройстве. Здесь тоже меню есть. Во-первых, смотрите. Выйдем отсюда. Обратите внимание на наше меню. Оно у вас вот здесь будет позиция. Позиция 7. По умолчанию. Вам надо зайти. Я думаю, это будет правильно. Вот здесь вот выбрать из вашего шаблона Off-Canvas меню. То есть найти, как я вам уже показывал, вот раздел GM Apartments. И вот здесь вот найти Off-Canvas меню сохраниться. Пускай оно лежит здесь. Это правильно. Ну, раз уж мы с вами затронули немножко правку кода, давайте сразу внесем эти изменения, потому что мне это мозолит глаза. Может быть, это есть где-то в шаблоне. Я не нашел этих настроек. В общем, у нас нет заглавных букв. Это очень плохо. То есть они на самом деле есть, но стили не указаны. Видите, все с маленькой буквы. Там, где капслогом, тоже все маленькие. Хотя вот эти заголовки, они должны быть капслогом, большими буквами. На странице также вот эти вот все фразы, фильтр поиска, вот эти все цена. Это все уже есть с большой буквы, но у нас это выводится с маленькой. Это все правится всего лишь одной маленькой строчкой кода. Также в админке в шаблоне, переходя на стройки шрифтов, другие настройки. Также в этой же области прописываем вот такую маленькую конструкцию. Видите, body, открывающаяся фигурная скобка, текст transform none. То есть нету трансформации текста. И закрывающаяся скобка фигурная. Вот такая вот конструкция, вот прям как у меня. Также это запишите. Сохраняемся. Идем на сайт, обновляемся. И здесь у нас становится все красивенько. Давайте посмотрим, начиная сверху. Вот у нас все капслогом в верхней заголовке. Здесь с большой буквы. Все отлично. Вот эти вот заголовки тоже были капслогом, они теперь действительно капслогом на категориях. Здесь фильтр, поиск, все с большой буквы, сортировка, как и должно быть. Название, категория, все с большой буквы. Здесь тоже цена, артикул. То есть это везде применяется, да? Где она должна быть, она применяется. Так, все, это мы исправили. То есть к этому больше возвращаться не будем. У нас все красивенько, это уже становится. Итак, на этом с меню, наверное, закончили. Если я что-то забыл, обязательно дополню в следующих уроках. По менюшке именно. Вроде меню у нас уже готово, мобильное тоже есть. В принципе, можем сейчас вывести с вами для закрепления, например, здесь. Еще производитель. Ну, вообще, здесь, наверное, не выводится в основном меню, да, где у нас идут продукция. То есть обычно делается еще одно меню внизу, где такие вот идут пункты меню. Там производители, в общем, не относящиеся вот именно к самим товарам. Но пока выведем сюда, наверное, а потом уже переместим его куда-нибудь ниже. Когда дойдем до низа, до оформления подвала, там создадим еще одно меню. И у нас там будет другое меню. И потом вот это меню производителей перенесем вниз. Итак, в админке переходим в меню, майн меню. Нажимаем создать. Производители. Выбрать. DJ каталог. Есть два варианта. Страницы производителей. Все производители. Страницы производителя. Если у вас, например, на вашем магазине только один производитель. Я выбираю производители. Здесь, в принципе, сразу какую-нибудь иконочку, раз у нас везде иконки идут, да? Еще, кстати, по поводу иконок. Смотрите, если вы не знаете еще, когда вы осматриваете демо-шаблон, любой демо-шаблон Joomla, внимательно смотрите на пункты меню, потому что здесь представлены всегда на демо-шаблонах возможности. Ищите пункт меню с именем модуль суффикс или типография. В данном случае нам интересует типография. Переходим, то есть в нашем демо. И здесь показаны разные возможности. То есть, например, беря кусок кода, мы можем получить, например, такое изображение. Или такое изображение, круглое, да? То есть просто поместив, например, вот сюда наше изображение, у нас оно будет круглое. И тут много, смотрите, там, пометить цветными блоками, пометить нумерованным списком, да? И здесь есть разные вариации. И вот они сами же, эти иконочки. Можно прямо отсюда с демо взять иконку Bootstrap. Сейчас давайте попробуем. Ну, я не знаю производителя. Вот я возьму иконку человека, производителя. Пускай будет этот производитель. То есть прямо отсюда копируем. То есть это уже идут именно те же самые иконки, но они располагаются в демонстрации нашего шаблона. Переходим на наш сайт в админку. Переходим на пункте производителя, да? Опции DJ Mega Menu. Вы это уже знаете, как делать. Иконка меню ставим, сохранить. Убедитесь, что в начале и в конце нет пробелов, а иначе может не получиться. Вот у меня был пробел. Убираю пробел. Еще раз сохраняюсь. Идем на сайт, обновляемся. И вот производитель получился. Сразу под заголовок. Ну, я просто напишу, чтобы пункт меню тоже нормально смотрелся. Вот производители. И получается, если кликнем, два производителя я создавал. Именно страницу производителя можно тоже настроить. То есть, это сколько колонок выводить на одной линии, да? Картинки, чтобы были побольше. Кликнув по производителю, здесь есть информация о производителе. Сейчас просто это касается меню, да? Мы заодно закрепляем информацию по созданию менюшек. Получается, если посмотрим сразу в мобильную версию, здесь тоже все good. То есть, вот вы видите, иконочка нормальная. Все тут, все смотрится шикарно. То есть, мне все нравится. Так, сменю пока вроде все. Если что-то забыл, вернусь. Смотрите, дальше. Вы могли заметить, я немножко наполнил категории. Давайте их приведем к человеческому виду, да? Заодно узнаете, как это делается. То есть, во-первых, что я сделал? У меня было всего две картинки, вы помните. Я закинул Canon Sony, причем разного размера. Я специально на Photoshop еще раз подогнал, сделал квадратные фотографии логотипов 300 на 300 пикселей. Recam, Canon, Nikon и Sony. И побольше накинул описание. Чтобы было лучше, ну, понятно, да, как настраивать вообще, если мы хотим на сайте использовать такие блоки, именно самих категорий. Заодно посмотрим, как их отключать. То есть, например, чтобы на главной вообще как категории не выводились, а после меню сразу шел вот этот фильтр. Причем про фильтр отдельно будем разговаривать. Его можно будет тут дополнять, менять и так далее, убирать тоже. Это все будем смотреть. То есть будем сверху двигаться вниз. Начнем с категории. Узнаете заодно, как это все делается. И постепенно, постепенно будем вот это все настраивать. Первая настройка. Например, на главной странице, если мы хотим выводить только вот такие плитки с категориями, потому что их может быть у нас намного больше, вот так вниз, да, но на главной, чтобы никакого фильтра, никаких товаров, это все равно у нас все будет вот здесь, да, то есть переходя на каждую отдельную категорию, здесь можно будет оставить фильтр и товары. Например, на главной только плитки с категориями, потому что, переходя по самой категории, мы также будем видеть товары данной категории. Переходим с вами компоненты DJ Catalog, настройки, или можно перейти в DJ Catalog, и плитка вот здесь настройки. Перейдя на вкладку категория, режим каталога, выставляем да, сохраняемся, идем на сайт, обновляемся. Сейчас просто вам показываю. Обновились, все, видите, внизу нет ни поиска, ни фильтра, ни товаров. Вот они, только категории. Будет больше категорий, будет больше. На странице главное, да. Соответственно, если посмотрим в любой товар, здесь-то товары есть, и фильтр есть. И, соответственно, в любом другом категории тоже все имеется. Теперь давайте определимся с нашими категориями на главный именно количество колонок. то есть у нас по две штуки в ряд с размером картинок определимся, да, и будет ли здесь что-то еще слева. То есть, например, то есть от размера зависит, будет ли еще как сайт бар, да, слева. Например, модуль авторизации входа или любой модуль, может быть, фильтр какой-то или еще что-то. Если вы хотите так простенько, красивенько оформить только лишь, например, плитки вот этих вот категорий, слева-справа сайт бар не будет, например, то здесь ориентируемся, значит, так. Если подразумевает сайт бар, значит, он будет занимать какое-то место и нужно будет от этого отталкиваться. Давайте пока сделаем так, без сайт бар, просто посмотрим, например, я сделаю в три колонки, то есть, чтобы не в две отображался, как сейчас, а в три. И давайте смотреть настройки. Переходим в настройки DJ каталог, переходим с вами под категории, как это ни странно не звучало, да? Казалось бы, что это категории, это не под категории, но может быть, я что-то, чего-то не понимаю. В общем, в под категориях вот как раз-таки вот эта опция колонка как раз отвечает за вывод этих категорий на главный. Просто выставляем тройку, если хотим, три колонки, четыре, значит, четыре ставим. Обновляемся. Видим три колонки. Нам нужно здесь еще ограничить описание, чтобы ровненько смотрелось во всех плитках, потому что, например, рекам здесь длиннее описания. Это сейчас все будем смотреть. в начале у вас будет стопроцентная путаница, потому что здесь немножко, я считаю, сделано неудобно, непонятно, именно с этими картинками, потому что в первое время я просто измучился. То есть, года три назад, когда я первый раз изучал этот компонент, я сломал голову, да, потому что здесь ситуация какая, когда мы загружаем картинку, система автоматически создает миниатюру. И, изменив размер, еще надо найти, где это меняется. Изменив размер миниатюры, она не поменяется, потому что нам нужно будет после этого очистить вот эти миниатюры в других настройках, да, или же, как я делал в самом начале, когда я не смог разобраться, я удалил все миниатюры, нашел, где этот размер, выставил размер, загрузил заново картинки, и они уже встают, как бы, нужного размера. Но это не совсем правильный подход, потому что вы сначала можете создать сотню товаров, а потом опять их все удалять, картинки эти, да, к сотне товаров, и загружать новые, но это неправильно. Здесь есть инструмент, который может изменить размер, какой нам нужен, да, но нужно просто знать, где это. Вы сейчас это увидите очень быстро и легко, но если бы я это вам не покажу, вы точно будете долго с этим возиться. Первое, что нам нужно понять, и как найти вот размер, да, именно вот тут размер, какой используется, видите, она у нас маленькая, у меня картинка 300 на 300 пикселей, гораздо больше, но она здесь маленькая, потому что в системе задано маленький размер. Я правой кнопкой мыши кликаю по любой картинке в плитке категории, выбираю просмотреть код элемента, очень важно, и смотрим, 120 на 120, то есть нам, грубо говоря, нужно найти в настройках вот этот параметр 120 на 120, скорее всего, он будет отвечать за вывод картинок картинок в категориях. Вот запоминаем, 120 на 120, переходим в настройки, видим, что по идее, если здесь управление колонками, колонками, да, то здесь должно быть управление изображениями, но нет, нам нужно перейти в процесс создания изображения, посмотреть, то есть я вижу, что вот здесь есть 120 и 120, смотрим дальше, остается у нас с вами настройка изображения производителя, тоже коснемся, и скорее всего, это вот здесь, вот смотрите, заголовок, настройка изображения категорий, и вот это вот именно ширина среднего изображения, размеры среднего изображения в пикселях, среднее изображение отображается в подкатегориях список элементов, то есть, что у нас вот это, это у нас список элементов, Ширина среднего изображения, высота среднего изображения. Два параметра, которые нам нужны. То есть у меня 300, то есть картинку на фотошопе я задал 300 пикселей. Мне нужно такого размера. Значит, и здесь я должен выставлять 300. Ширину, высоту делаю 300. Если у вас не квадратное изображение, значит выставляйте размеры те, которые у вас на изображении. Если мы сохранимся, даже если мы все правильно с вами нашли, у нас ничего не изменится. Во-первых, мы не просто обновляемся. Мы зажимаем горячие клавиши на клавиатуре Ctrl плюс F5. То есть это и обновление страницы, и очистка кэша браузера, чтобы мы видели готовый результат. Но мы ничего не видим, ничего не происходит. Потому что здесь нужно сделать еще одну, как я уже сказал. Здесь создаются миниатюры. Система так устроена. Поэтому с вами переходим в DJ каталог, переходим. Вот новая плитка, изображение. Изображение. Здесь все как раз таки и происходит. То есть нам нужно очистить. Вот видите, пересоздать точнее. Но нам надо не все изображения, а пересоздать категорию. Вот кнопка изображения категории. Один раз на нее кликаем. И вот здесь идет процесс пересоздания. Вот вы можете видеть, вот здесь даже показано. И написано 100%, все готово. Вот видите название. Название изображений. Canon, Recom, Nikon, Sony, JPEG. То есть мы по названиям уже видим, что это сейчас очистились, то есть пересоздались изображения. И должны уже показываться размеры, которые мы задали только что в настройках. Идем на сайт, обновляемся. Ничего не происходит. Зажимаю Ctrl F5. И вуаля. Видите, сколько нюансов нужно учесть. Да, неудобно сделано, согласен. Да, сложно. Но когда я вам объясняю вот этот момент, уже в принципе это будет несложно. Но изначально, конечно, я бы этим разработчикам хотел бы дать рекомендацию, чтобы все-таки это как-то сделали поудобнее. Посмотрите, сколько пришлось делать манипуляций, чтобы нужный размер у нас показывался. Потом, если мы с вами оставляем три колонки, то тоже 300 пикселей не вариант, потому что, видите, здесь остаются слева и справа зазоры. Но тут рассчитано на то, что я хотел, наверное, вывести какой-то модуль сбоку. Например, модуль авторизации. Ну и любой другой модуль. Давайте пока просто посмотрим, как это будет смотреться, если будет сайтбар. Или в сайтбаре хотя бы один модуль. Переходим с вами в модули. Смотрим. Логин форм. У нас уже активирован этот модуль по умолчанию. Я захожу внутрь. Модуль авторизации. Здесь только позицию нужно назначить. Пока временно мы повесим с вами в сайтбар. Потом, если что, мы его уберем. Ищем Jam Apartments. Ищем Left Columns. То есть левая колонка. Выбираем. Привязка на всех страницах. Я выбираю только на указанных страницах. Кликаю Нет, чтобы снять все галочки. И ставлю галочку отображать только на главной странице. Но пускай этот модуль только на главной. Не нужен он мне на всех страницах. Сохранился. Обновляюсь. Смотрим. Вот сейчас уже другой момент. То, что место занимает на нашем, так сказать, холсте, на нашем шаблоне. Модуль. Логин форм. Авторизация. И, соответственно, не смотрим сейчас на него, что он некрасиво смотрится. Потому что здесь не хватает какой-то, я не знаю, подложки, рамки. Но у нас вот эти вот картинки по 300 пикселей, в принципе, в три колонки смотрится нечеток. И Sony ниже, да? Или даже, может быть, если здесь будет какой-то сайтбар, все-таки у меня, то, может быть, все-таки по две. Потому что три как-то, я не знаю. Посмотрим. Может быть, так оставлю. А может быть, даже будет смотреться теперь и в двух колонках нормально, если у нас при условии будет сайтбар. То есть, если вас еще не запутал, я перехожу в DJ каталог. Я перехожу в настройки. Я перехожу под категории. И давайте попробуем выставить две колонки. Обновлюсь. Да, это много. То есть, я бы оставил, наверное, две. Но тут уже, представьте, нужно примерно рассчитывать, какой будет размер. То есть, тут даже не квадратное изображение. Надо по ширине делать больше. То есть, саму картинку. Если вы сейчас в настройках это измените, картинка будет растягиваться. И будет искажаться качество. Поэтому этого нельзя допустить. Здесь нужно знать точный размер. Здесь уже не важно. Главное, мы знаем, как это все делается. Давайте, тогда я оставляю три колонки. Теперь давайте решим вопрос с описанием. Описание слишком длинное. Надо, чтобы было ровненько. Ниже. Описание. Показать. Да, нет. Можно вообще скрыть. Если да. Обрезать. Описание. Ставить. Нет. Ставим. Да. Длина описания. Надо уже смотреть. Например, после 100 символов пускай обрезает. Сохраним. Обновимся. Вот вы видите, что происходит. У нас все ровно, только Nikon. А почему Nikon у нас? Потому что текста, наверное, мало там. Видите, у нас она колонка ниже. Можно попробовать сделать так, пока временно. Например, сделать 60. После 60 обрезает, пускай описание. А здесь происходит такая ситуация, что некоторые слова длинные. И все-таки какая-то колонка будет вылезать. Поэтому все-таки, наверное, пускай будет попробуем 110 сделать. Вот. Можно угадать. Обратите внимание. Чуть больше сделал. Вы видите, все колонки ровные. Но это не значит, что они будут все ровные. Представьте, вы еще добавите категории, а там описание. Какое-то длинное слово не будет делиться как-то. Еще что-то может вылезти. Но тут как бы ничего страшного, мне кажется. Вот уже, в принципе, смотрится ровненько, да. И достаточно симпатично. Теперь, если заходим в категорию. Здесь, в принципе, соотношение описания и картинки. Именно уже в самой категории смотрится нормально, да. То есть, дальше тут товары из этой категории. И все-таки хочу показать, чтобы вы знали, как и это изображение уменьшать. Если нужно уменьшить или увеличить, если у вас другое изображение, другого размера. Мы также правой кнопкой по нему кликаем и просмотреть код элемента. Оно 300 на 300. Вот здесь вот это видно. 300 на 300 пикселей. То же самое. Смотрите, запомните. DJ каталог, настройки, процесс создания изображения. Прокручиваем. Здесь, когда вы начинаете пугаться количеством изображений, ой, количеством настроек, вы сразу читаете вот эти вот заголовки. Тут сразу понятно. То есть, по заголовкам идут ряд настройок, относящихся к этому заголовку. По заголовку сразу понятно, что примерно где мы находимся, мы прокручиваем вот последние практически. Вот настройка изображения производителя. То есть, это страница производителя. Нам пока это не надо. И вот выше. Настройки изображения категории. То, что мы с вами делали. Именно вот эти две опции мы с вами только что делали. И я полагаю, что вот эти вот две опции, это как раз-таки развернутые. Мы сейчас в этом убедимся. Я пока сделаю, например, 100 на 100. Пускай будет маленькой, да. Нажимаю сохранить, закрыть. И сразу иду в изображение. И нажимаю пересоздать изображение категории. Посмотрим, правильно ли я сделал. Перехожу сюда. Нажимаю горячую клавишу Ctrl плюс F5. И я угадал. Вы видите, изображение стало маленьким. То есть, чтобы вы понимали. Соответственно, я верну это назад. Перейду в настройки, потому что, в принципе, меня устраивает тот размер. 300 на 300. И, соответственно, я меняю 300 на 300. И нужно процедуру повторить еще раз. То есть, нужно перейти в пересоздание изображений. Нажать на кнопку изображения категории пересоздать. Ctrl плюс F5. Изображение вернулось назад. И заодно просмотреть код элемента. Именно хочу посмотреть на мобилке. Ну, в принципе, здесь проблем быть не должно. Нормально смотрится тоже. Давайте еще перейдем в производителя. Для закрепления информации, да. Видим, что здесь у нас все выглядит как изначально. Маленькая картинка. Здесь уже, скорее всего, вам будет понятно. Потому что вы видели, эти опции находятся рядом. Переходим в DJ каталог. Переходим в настройки. Переходим в страницы производителя. Производитель на странице. То есть, показываем, будет 8 плиток. Вот сейчас их 2. Например, у вас их будет много. Когда достигнет 8, будет постраничная навигация. То есть, определяете для себя, сколько на странице выводить производителя. И вот столбцы, да. Также здесь надо определиться, если будет здесь сайтбар, да или нет. Я бы здесь, наверное, сайтбар никакой не вывел. По 4 производителя, может быть, будет в одной колонке. В одном ряду. Я думаю, пока только 2 сделал. Видим, описаний нет. Наверное, в начале немножко описаний нужно добавить. Здесь, в принципе, тут все понятно. Эти все опции вы читаете, ознакомливайтесь. Описание я покажу. Обрезать описание. Да, ну, пускай будет тоже 110. Так оставим. И останется разобраться с изображениями здесь. Обновимся. Вот. Будет выводиться, в принципе, по 4. Вот, если хотите, можно вывести здесь. Читать дальше. То есть, показать кнопку. Посмотрим, как это смотрится здесь. Вот так, подробнее. Я думаю, это интересно. И здесь производитель. Давайте разберемся с изображениями. Переходим в процесс создания изображений. Прокручиваем в самый низ. Вот это. Настройки изображения. Производителя. Тут, в принципе, если у вас размеры, вы хотите такие же делать. Потому что у меня картинки такого же размера. Если они такие же, как у категорий, то просто можете продублировать. Ширина большого изображения, например. 300, 300. У меня квадратное, но 300 на 300. И ширина среднего изображения у меня тоже там 300 на 300. Думаю, это уже вам должно быть понятно. Сохранить. Переходим в DJ каталог. Перейдем в изображение, да. Пересоздаем изображение категории. Пока попробуем. Пойду на сайт. Ctrl плюс F5. Ничего не произошло. Давайте нажмем на пересоздать все изображения. Ctrl плюс F5. Вот сейчас мы угадали. Сработало. И производитель теперь смотрится гораздо-гораздо симпатичнее. Переходим внутрь. Вот таким вот образом. Скорее всего, здесь на этой странице тоже можно будет повесить форму комментариев внизу. Не знаю, нужно это под производителем или нет. Наверное, здесь этого даже и не нужно. Просто информация о ваших производителей. Вот таким вот образом. Думаю, что на этом давайте поставим паузу. И продолжим с вами разбирать каталог в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok